В центре внимания футбол и карате. Обзор спортивных событий этой недели в репортаже Марии Косолаповой. В Валуйках завершилось открытое первенство области по киукушенка и карате среди младших юношей и девушек в возрасте от 8 до 13 лет. В соревнованиях, посвященных Дню пограничника, приняли участие 9 российских и одна украинская команды. Команды, которые прибыли сегодня участвовать, это Валуйки, команды из Белгорода, из Шебекина, из Нового Оскола и Сморонежской области, город Нововоронеж, Россош и Лиски. Как ни старались гости выше восьмого места, подняться сборной Украины так и не удалось. У меня был чуть-чуть меньше вес, чем у моего соперника. Но у меня получилось победить с помощью того, что я заработал в Азаре, то есть попал ему ногой в голову. По итогам соревнований первое место завоевали каратисты из Валуик. И даже не одно, а целых пять первых мест, а еще четыре вторых и пять третьих. Валерия Окаракова стала лучшей среди участников в возрасте 11 лет. У меня волна ощущений, как ты уже под конец бьешь, дерешься, уже чувствуешь, что ты выиграешь, потому что тебе уже просто выложился окончательно. Вторыми и третьими стали ребята из Нового Оскола и Орла. А вот Куряне, впервые принявшие участие в этих соревнованиях, заняли лишь почетное четвертое место. Сегодня я занял третье место. В первом бою было тяжело выиграть, но я победила. Во втором бою попался очень сильный соперник, которого я не смог победить. Этой осенью в Новом Осколе пройдет заключительный этап открытого первенства области по киукушинкой карате во всех возрастных категориях. Будем надеяться, что там наши ребята тоже выступят достойно. А в Новом Осколе в эти дни играли в футбол. Здесь, на центральном стадионе, прошел 19-й футбольный турнир, посвященный памяти легендарного спортсмена Александра Щербака. Традиционно в этот день в центре города собрались те, кто помнит, как зарождался футбол на Белгородчине и кому есть, что рассказать начинающим футболистам. Много очень ходило на футбол. У нас не было амуниции таких. Иногда даже босиком играли. Но к футболу мы были привязаны. Просто по жизни. И вот так это и стало. И мы сейчас ветераны с удовольствием смотрим футбол. В этом году в турнире приняли участие не только команда ветеранов из Алексеевкина, Уваскола, Короче и Губкина. Параллельно со взрослыми на поле соревновались и юные футболисты. Старты молодежи прошли в память Евгения Васильченко и Льва Янпольского. Несмотря на дождливую погоду, турнир порадовал болельщиков красивой, бескомпромиссной и честной игрой. Среди команд ветеранов лучшими в этот вечер стали новооскольские футболисты клуба «Оскол», победившие своих соперников в финале с разгромным счетом 5-1. В таком турнире престижном первое место заняли. Стремиться будем попасть ветеранами, играть на область. Желательно, конечно. У нас сейчас была команда, а сейчас на область мы не выступаем. Но желание есть огромное. Может быть, в будущем начнем опять выступать. В областном центре эта неделя тоже стартовала под знаком футбольных состязаний. На стадионе 49-й городской школы чемпионат Межрегиональной общественной ассоциации Черноземья собрал более 50 юных футболистов. Вплоть до выходных все шесть команд теперь будут бороться за выход в финал чемпионата, который пройдет в следующем месяце в Орле. Непременно отправиться туда планирует со своими друзьями по команде и белгородский полузащитник Дмитрий Малыхин. Футболом парень занимается серьезно и давно, а потому не пропускает ни одного матча по телевизору. Ты финал смотрел в выходные? Да, смотрел. Ну и как тебе? Мне понравилась игра, но я расстроена, что выиграла Бавария. А ты болел за Баруси? За Баруси. Почему? Ну мне эта команда по душе ближе. Команда Димы – фаворит соревнований. Сегодня о футбольном мастерстве воспитанников Белгородской детской юношеской спортивной школы номер шесть знают далеко за пределами региона. Эти ребята – неоднократные победители международных соревнований, суперфиналисты турнира «Лакобол-2012», а еще – настоящие бойцы на поле и друзья за его пределами. Общаемся, встречаемся, ходим по городу, гуляем. А друг у тебя там есть или друзья? Есть. Расскажи про них. Да и у меня их много, вся команда. Целая команда друзей – вот что дает спорт. А еще он воспитывает характер, силу духа и дарит отличное настроение в любое время года. Так что давайте заниматься спортом и находить новых друзей.